МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такого накала борьбы и ярких выступлений в Отечественной Федерации фигурного катания ожидали, ведь сочинский лед уже стал символом успешных выступлений наших спортсменов. Вот он уровень, который показали среди наших мальчишек. Он вселяет надежду в том, что у нас все идет хорошо. Все стараются бороться, бороться за то, чтобы оказаться в орбите сборной команды. Это очень важно. Это уже третий чемпионат России, который проходит в Ледовом дворце «Айсберг». В конце года он собрал 58 фигуристов со всей страны, 18 мужчин и женщин в одиночном разряде, 10 танцевальных дуэтов и столько же в парном катании. Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов свой короткий танец наполнили восточным колоритом, и название он получил соответствующие – крадущийся тигр, затаившийся дракон. Волнение чемпионов перед этим стартом понятно. В начале года лед айсберга стал для них золотым олимпийским. Этот факт подогревал атмосферу состязаний и возвращал фигуристов к моменту их триумфа. Они такие смешанные на самом деле. Не знаю, как у Федорского, у меня первый день, когда вышла, думаю, все как было вчера, то есть как бы такой ностальгия, что ли, наплыв эмоций таких сразу. Приятно вернуться в такое место. Фигуристы готовятся обкатывать новую программу и намерены, по их словам, много экспериментировать с прыжками и поддержками. Все как задумывали, какие задачи, планы были. Мы вроде как выполняем, на этот сезон все в порядке. Эти масштабные соревнования стали важным этапом в жизни курорта. Олимпиада дала толчок в развитию зимних видов спорта. Теперь десятки юных сочинских фигуристов стали участниками церемонии открытия соревнований. Самое главное, что большой интерес проявляет сегодня молодежь города. У нас сегодня центр спортивных зимних видов спорта практически уже под завязку заполнен. И проведение чемпионата России еще раз показывает, что нам необходимо сегодня уже расширяться. Победители чемпионата России зрители узнают уже в это воскресенье. На все выступления билеты разлетаются как горячие пирожки. Так, показательные выступления захотели посмотреть 7,5 тысяч любителей фигурного катания. По итогам этого чемпионата тренерский совет Федерации фигурного катания России сформирует основной состав сборной для участия в чемпионате Европы, который пройдет в конце января 2015 года в Стокгольме. Помимо этого, для многих фигуристов он открывает новый олимпийский период в их подготовке, который продлится в ближайшие 4 года.